всем привет добро пожаловать на второй урок курса информатика за 50 уроков значит вас ждет впереди еще несколько роликов обязательно посмотри в плейлист в котором этот видос находится на нашем канале подписывайся на канал ставь сразу заранее лайк этому видео потому что оно точно будет классным сегодня я хочу дать тебе небольшое введение в алгебру логики и так поехали о чем вообще эта тема алгебра логики это про взаимодействие с утверждениями которые принимают значение либо истина либо ложь то есть это на самом деле работа с логическими выражениями поэтому такое название алгебра логики алгебра это слово которое означает смысла все что можно с этим совсем делать типа там складывать вычитать что-то такое в математике да есть а вот в логике вместо сложений вычитание умножение прочих штук есть свои операции и сейчас я покажу какие они вообще есть для этого мы составим таблицу истинности всех возможных операций я напишу вот так вот x y и попробую попробую написать все что можно делать с парой чисел x y давайте посмотрим какие вообще могут быть x y в логике либо ложными либо истинными то есть либо ноликами либо единичками а тогда пара чисел может принимать четыре возможных значения либо два нуля либо 01 либо 10 либо 11 это очевидно что у нас x y всего четыре варианта имеет давайте посмотрим какими могут быть функции логические которые применяются к двум переменным x и y первая функция обозначается вот такой вот галочкой и называется дизюнкция что делает дизюнкция это или логическое или то есть либо x либо y должен быть истинным либо еще они оба могут быть истинными дизюнкция принимает значение истинно если либо x либо y либо оба истинны то есть вот на этом наборе 01 y истина поэтому дизюнкция правда да истина 1 здесь x истинный поэтому дизюнкция истина и здесь они оба истины поэтому дизюнкция истина и только лишь на наборе 0 0 дизюнкция показывает сама нолик то есть эта функция она на вход принимает пару переменных на выходе выдает некоторое значение это логическая функция потому что переменные она принимает логические и значение выдает тоже логическое то есть false true 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 это на английском ложь истина 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 следующая функция это вот такая галочка наоборот это называется конъюнкция конъюнкция это логическое и конъюнкция принимает на вход две переменные а на выходе выдает их объединение через и то есть это как если я сказал бы две фразы и сказал бы между ними союз и например меня зовут александр романович и я являюсь преподавателем информатики это правда потому что это это правда то есть когда у меня оба входящих утверждения единички то и на выходе получается единичка это истина а во всех остальных случаях моя фраза была обложенной меня зовут александр романович и у меня пять рук это неправда потому что вторая часть ложна конъюнкция ломается когда хотя бы один из входящих в нее элементов равен нолику соответственно конъюнкция дает единичку только на наборе из двух единичек дизюнкция дает нолик только на наборе из двух нулей какие еще существуют функции еще существует функция эквивалентность она истинна если x равно y подпишем эквивалентность эквивалентность истинна на двух ноликах единичку на двух единичках единичку 0 равен единице нет единица равна нулю нет как видите столбик эквивалентности похож на столбик конъюнкции но только дает ничку на наборе 0 0 конъюнкция не дает единичку на наборе 0 0 то есть эквивалентность как бы говорит либо они оба ложны либо они оба истины. Главное, чтобы они не были разного положения. Две фразы. Еще есть стрелочка. Импликация умное название для этого. Название умное тоже придется запомнить. Я буду их постоянно использовать, когда буду работать с задачами по алгебре, логике. Импликация. То есть из х следует у. Если ты что-то сказал, то надо что-то сделать. Х это как бы твое обещание, у это как бы твои действия. Если ты дал обещание и выполнил эти действия, красавчик, молодец. Если ты дал обещание, но не выполнил действия, это плохо. Импликация дает ноль. Если ты не давал обещание, но что-то там сделал, молодец. Если ты не давал обещание, ничего не сделал, к тебе тоже никаких претензий, все нормально, молодец. На самом деле это просто какое-то такое мнемотехническое объяснение для того, чтобы запомнить столбец для импликации. Импликация дает ноль только лишь на наборе 1.0. Импликация это такая функция, которая принимает на вход 2 переменных, всегда истинно кроме одного значения на наборе 10 она дает ложь то есть из единицы не следует 0 из 0 следует все что угодно для того чтобы лучше это запомнить давайте я вам покажу с помощью импликации я выведу из ложного утверждения ложное утверждение например 2 плюс 2 равно 5 в математике очевидно что это ложное утверждение правда я сейчас из него через цепочку импликаций выведу что у зрителя данного видео нет мозга давайте посмотрим 2 плюс 2 равно 5 давайте вычтем из обеих частей двойку получится 2 равно 3 убрал эту двойку и 5 минус 3 до получилось в 5 минус 2 равно 3 теперь вычтем еще раз двойку получится 0 равно 1 внимание зритель данного видео урока сколько у тебя находится мозгов в голове ну ты конечно же ответишь 1 но 1 равно 0 получается у тебя в голове находится 0 мозгов получается у тебя нет мозгов я из ложного утверждения вывел утверждение о том что у тебя нет мозгов но ложная она или истинная тебе судить потому что из ложного утверждения следует любое поэтому гипотетически может быть утверждение которое вывел истинно а может быть ложное мы никогда не можем этого узнать, потому что я вывел его из ложного утверждения. Поэтому, когда вы опираетесь на ложное утверждение в своих доказательствах, результат, который вы получаете, может быть любым, истинным или ложным, без разницы. Если вы где-то в процессе математического доказательства предположили ложь, то дальше происходит полная фигня и ничего не понятно. Поэтому математики всегда в своих доказательствах, в своих теоремах так внимательно следят за тем, чтобы каждое следующее утверждение очень строго выводилось из предыдущих и ни в коем случае не оказалось ложным. Потому что если у вас в процессе доказательства где-то появятся ложные утверждения, дальше из него совершенно легальными, правильными математическими переходами можно получить абсолютную чепуху. Соответственно, импликация это вот как раз значок следования, который используется в математике для того, чтобы переходить от одного утверждения к другому. И если одно утверждение истинно, а второе ложно, то импликация не будет работать. Если одно утверждение истинно, а второе истинно, то импликация работает. Обычно импликацию используют как раз для того, чтобы переходить от одного истинного утверждения к другому ну и надо понимать что из ложного утверждения переход тоже всегда будет вполне валидным например из 2 плюс 2 равно 5 ложного утверждения следует 2 равно 3 тоже ложное утверждение из которого следует 0 равно единице тоже ложное утверждение из которого следует что количество мозгов у тебя в голове равно нулю тоже ложное утверждение я надеюсь по крайней мере иначе бы ты наверное не смог сейчас смотреть это видео и понимать все что я говорю какие еще есть функции Ну, например, еще есть функция не x, это отрицание. Отрицание работает так. Берем x и вот эти два нолика заменяем на единички, а вот эти две единички заменяем на нолики. То есть эта функция, она вообще игнорирует y. Она на самом деле просто на вход принимает x и меняет его с нуля на единичку, с единички на ноль. А еще эту функцию можно читать как не x. Не x. Если x ложный, то не x истинный. Если x истинный, то не x ложный. Соответственно, очень простая конструкция. И что мы хотим с этим совсем делать? Дело в том, что из всех этих штук можно комбинировать просто какую-то ужасную дичь. Например, можно придумать функцию, которая будет работать так. Возьмем обычную эквивалентность x равно y и повесим на нее отрицание. Получится неэквивалентность. То есть вместо единички будет нолик, вместо ноликов будут единички, вместо единички будет нолик. Как видите, этот столбец очень похож на дизъюнкцию. Да, похож на дизъюнкцию, только единичка в конце заменилась на нолик. Эта функция, это неэквивалентность. Ее также называют xor. В то время как это функция or, типа или. Это функция xor, типа exclusive or. То есть исключающая или. Это то самое или, которое использует ваша жена, когда вам 40 лет и вы давным-давно рыбачите и слишком мало времени уделяете ей. И жена говорит, слушай, или я, или рыбалка. А ты программист, правильно? Ты такой или x, или y. Я выбираю оба. Ты и рыбалка. Ведь на этом наборе or тоже истина, правильно? Нет. Когда жена говорит, либо я, либо рыбалка, она как правило имеет в виду исключающие или. То есть она говорит, выбирай либо меня, но не рыбалку. Либо рыбалку, но не меня. Ни в коем случае не две вместе. То есть, как правило, когда вам предлагают выбор в житейском смысле, люди, когда говорят слово или, они, как правило, имеют в виду как раз исключающие или. И только в математике и в программировании мы под словом или будем понимать дизъюнкцию. То есть или будет истина на наборе 1.1. Довольно часто в информатике люди вместо конъюнкции пишут x умножить на y, а вместо дизъюнкции пишут x плюс y. Умножение действительно валидно. 0 умножить на 0 дает нолик, 0 умножить на 1 дает нолик, 1 умножить на 0 дает нолик, 1 на 1 дает единичку. Математично, правда? Сложение не совсем хорошо работает. 0 плюс 0 это 0, 0 плюс 1 это 1, 1 плюс 0 это 1. А вот две единички, если сложить, должна получаться двойка. Но у нас нет двойки. Один из подходов это округлять, ну типа как, ну двойка это больше единицы, поэтому округлим до единицы. Вот получилось вроде как сложение. Другой подход это брать остаток отделения на 2. То есть смотрите, когда получается 0, 1, 1 вопросов нет. Когда получилось двойка, мы говорим, о, это же четное число. Как 0? 0 тоже четное число. То есть при суммировании мы будем обращать внимание только на четность суммы. Если сумма четная, записываем нолик. Если сумма нечетная, записываем единичку. Тогда получается ксор. Ксор, соответственно, обозначает еще как x плюс y и плюсик вот так вот объединяет в кружочек, обводит в кружочек. Это, соответственно, уже совершенно другой знак. Это не дизъюнкция, это ксор. По-другому сумма по модулю 2. Складываем x плюс y и берем остаток отделения на 2. 0 плюс 0 четный. 0 плюс 1 нечетный. 1 плюс 0 нечетный. Сумма двух единичек снова четная. Вот. В принципе, можно из этих букв, из этих символов, которые мы только что придумали, составить еще очень-очень-очень много разных функций. Что я попрошу тебя сделать после этого видео в комментариях, соответственно, написать результаты. Я прошу рассказать, ну, то есть сначала самостоятельно на листочке. Я хочу, чтобы ты попробовал составить таблицу истинности для вот такой вот функции. Функция будет такая. Не x или y. Попробуй подставить два нуля. Ты же понимаешь, как работает не x. Ты понимаешь, как работают дизъюнкции. Попробуй подставить 0.1. Ты получишь какой-то результат. 1.0. Ты получишь какой-то результат. И 1.1. И ты получишь какой-то результат. После этого посмотри на получившийся столбец. И сравни его со всей таблицей. Может быть, ты найдешь нечто подходящее. Спойлер-алерт. Ты таким образом докажешь, что дизъюнкция не x и y равна импликации из x в y. Вот эта задачка, по сути, тебе вот прямо на сейчас. Сразу после видео. И еще две задачки. Это доказать законы Деморгана. Закон Деморгана. Если взять дизъюнкцию и повесить на нее отрицание, то получится конъюнкция двух отрицаний. Как доказать равенство двух функций? Просто составь таблицу истинности для каждой из этих функций и убедись, что они совпадают. И второй закон. Конъюнкция. Вешаем отрицание сверху на нее. Получается дизъюнкция двух отрицаний. Что я прошу сделать тебя в комментариях к этому видео, в доказательство того, что ты действительно проделал эту домашку. Я прошу объяснить, как законы Деморгана работают на словах. Ты заметил же, что я когда составлял эту таблицу, очень много объяснял тебе вот на пальцах. Житейски, да? Алгебра логики это на самом деле про утверждение. Пусть, например, x это утверждение за окном снег. А y это утверждение дома тепло. Например, за окном снег и дома тепло. Это истина, если одновременно за окном снег и дома тепло. А если на улице лето, то за окном снег это ложные утверждения. А дома при этом тепло. Получилось 0,1. Попробуй взять вот такие вот два утверждения и поиграться с ними. Как работают законы Деморгана? Вот что я хочу, ты должен написать в комментариях. Как работают законы Деморгана в житейском смысле. То есть, почему так получается, что отрицание к или это и состоящее из двух отрицаний? Я на нашем курсе в марафоне по информатике, по подготовке к ЕГЭ, соответственно, вот такой большой годовой курс. Там у нас есть тема алгебры, логики, мы действительно проходим, да, все вот это вот домашки там, бла-бла-бла. Я очень часто для примера использую два каких-то простых утверждения. А чтобы понять, как отрицание к ним работает, я пытаюсь представить, что эти утверждения сказал великий лжец. То есть, кто-то, кто соврал. Точно соврал. Пытаюсь понять, какую информацию я из этого извлек. Кто-нибудь на уровне, тебя друг пытается познакомить с какой-нибудь девочкой. Или с каким-нибудь мальчиком, если ты девочка. И тебе сообщили про этого человека, другого, с которым тебя собираются познакомить. Вот давай, мне нравится вот этот закон, что он умный и красивый. Но ты знаешь, что твой друг все время врет. Вообще всегда. Он просто рот открывает, сразу ложь получается. Умный и красивый. Отрицание, потому что ты точно знаешь, что твой друг тебе соврал. Что ты узнал? Что ты узнал? Почему неумный, некрасивый объединяется с помощью или? Вот я хочу, чтобы ты очень подробно расписал свое понимание того, как это работает. И увидимся на следующем уроке тогда. Заходи в плейлист, смотри, что там еще есть, какие еще уроки выходят. Но если их больше нет, значит они скоро выйдут. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, чекай описание. Давай, жду от тебя выполненной домашки. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok